Погнали, давайте начнем. Да, я начал историю по поводу Agile Days, то есть у нас есть проект, называется Agile Days Retrospectiva, где мы собираемся с докладчиками прошлых лет на нашей конференции и с ними смотрим их старые доклады. Я готовился к выпуску, готовился к выпуску зимнему и смотрел, кого бы можно позвать. Смотрю, о, Саша есть. Думаю, позову Сашу. Начал смотреть, думаю, Сашу позову, пообщаемся. Потом думаю, надо бы с Сашей поговорить про как раз роль Сео. Думаю, блин, Дубровин, нет, Короткова еще позову. Пусть он будет с ведущим, и мы вместе с Толей будем Сашу мучить о его каком-то докладе, который был когда-то там на Agile Days, о чем-то там. А потом думаю, что есть же еще Сео. И потом вот так я родился, о том, что вот эта вся изначальная концепция про смотреть старый доклад, его обсуждать, она немножко отошла. Поэтому у нас сегодня некий такой спецвыпуск, где мы просто собрали трех Сео, трех Сео бывших и нынешних разных плоских организаций. И интересно поговорить вообще в целом о том, каково это быть Сео в плоской организации, что вообще в этом особенного, нужен ли он вообще там, все же плоско и по идее, чем он там вообще занимается и так далее. И вообще отличается чем-то от Сео в неплоской организации. У нас сегодня, я вот начал с Александра, Александр Гурник. Сео в? Майнбокс. Майнбокс. Сколько лет уже? Пять. Пять лет Сео. Стаж. И сейчас, как я понимаю, Сео. Да. Но ты не основатель, но владелец, да? Или как у тебя это? Я не основатель, но основатель дал мне половину своей доли. Поэтому мы теперь равные партнеры. И у нас все время конфуз. Но мы договорились, что он основатель, а я Сео. Но. Молодец. Дмитрий. А Дмитрий как раз основатель. Это мне будет проще, ты просто Диму будешь обращаться. Дима, давай. Дима. Основатель и уже не Сео. И экс-Сео, да. Да, компания Oil Energy. А у тебя стаж Сео получается? Я был Сео ровно 10 лет. Компания 11 лет. И вот год я уже не Сео, да. Супер. И Анатолий Коротков. Экс-Сео компании ScrumTrack. Да, да. Больше, чем 4 года, да? Ну, с копейками. 4 года, считай. Да. Ну, и я, Сережа, в классной футболке. Соответственно, сегодня мы с вами поговорим про роль Сео в плоской организации. У меня сразу же вопрос, с которого я начинал, который я уже затронул. Мне вот интересно, одно из свойств плоской организации, это, по идее, все равны. Ну, она на то и плоская. Да, нету иерархии никакой, да? Мне вот интересно, вот Дима уже машет головой, есть все-таки иерархия у вас? Или нет? И вот Сео, он над всеми? Или он равен? Да, потому что это же история про то, что это просто, ну, по крайней мере, в ScrumTrack'е, что это роль, которую исполняет точно такой же человек. Вот как у вас? Ну, давай я начну с иерархии вообще. Сама по себе иерархия, это хорошая штука, она довольно-таки органична. Мы можем увидеть иерархию в живом мире, в природе. Другое дело, что когда мы приходим к человеческой иерархии, которая образуется, это часто, ну, как бы в современном мире, это почти везде, это иерархия конкретных людей. А люди, они все не идеальны. И они ошибаются очень часто в каких-то моментах. И плюс еще люди оказываются в этой иерархии, ну, благодаря сейчас каким-то личным отношениям. Просто кто-то кому-то доверяет, кто-то кому-то нравится, кто-то в кого-то верит, и еще что-то. И он ставит его начальником над остальными. И от этого очень много проблем возникает. А сама по себе иерархия, а есть иерархия ответственности или иерархия компетенций. То есть понятно, что, не знаю, мы сейчас сидим у тебя в студию, вот у тебя очень, намного больше компетенций, чем у меня. Как все организовать этот процесс? И круто, что ты его лидируешь, потому что я потерялся, бы чем-нибудь зафакапил. То есть, соответственно, когда это идет иерархия ответственности и компетенции, и она не иерархия ни одного человека, а именно той зоны ответственности, за которую он отвечает, то есть, ну, возьмем, к примеру, какую-нибудь компанию, пускай IT-компанию, и оказался, допустим, SEO, какой-нибудь хороший, бывший, может быть, кодер, он там прокачался, еще что-то, но он именно разбирается, да, попали, вот. Чистая фантазия. Да, да, да. Чистая фантазия, не бывает таких ситуаций, вот. Но у него, может быть, не очень хорошо с эмпатией, вот, вот, с другими вещами, а он начинает принимать решения всем, то есть, которые влияют, там, на корпоративную культуру, еще на что-то, то есть, не плоская ситуация. И он, то есть, ну, как бы, компания очень много на этом теряет. Поэтому, когда есть иерархия именно того, что есть люди, которые обладают стратегическим мышлением, не все обладают, кому-то классно просто сидеть, писать код, а кто-то может видеть продукты, рынки, и так далее, и так далее. И понятно, что эти люди могут взять ответственность за нечто большее. И когда желательно, это не один человек, а группа людей. И вот у них есть. Дальше они делегируют ответственность власть к каким-то другим группам, которые, в свою очередь, могут делегировать. И, то есть, получается, такая иерархия есть, но это иерархия ответственности и компетенций. Это про иерархию. А второй вопрос про СЕЛ. Но без СЕЛ мы просто не можем жить по закону Российской Федерации. У нас должен быть генеральный директор в компании. Ну, это можно фиктивно сказать. Вот. Нет, ну, то есть, как бы, он должен быть просто. Но если ты берешь какую-то серьезную компанию просто, там, Марью Иванну из села Урюпинска, это как-то, ну, непонятно. Поэтому все-таки СЕЛ должен как-то представлять компанию, что там в налоговую переехать, с кем-то встретиться, кто не понимает, что есть плоские организации. Поэтому у нас СЕЛ – это описанная роль. Это домен. Домен – это область работы. Если это область работы для одного человека, то это роль. И там описан весь функционал, который у него есть. Единственное отличие, причем это дополнительная роль, и единственное отличие от всех других сотрудников, что у него есть право вета на решения, которые могут подвергать его личной опасности. То есть он подписывает все документы, он не принимает никаких решений, у него нет никаких дополнительных прав. Но просто должен по законодательству быть такой человек. Но, соответственно, у него есть вета, если кто-то что-то хочет сделать, то, что он считает для него опасно, он может наложить на это решение вета. Опасно для него лично, потому что он под уголовкой. Он несет ответственность перед государством, конечно. И у него за этот риск есть надбавка дополнительная. Наша компания – это 100 тысяч рублей, потому что компания полностью работает в белую. у нас, то есть как бы… Ну, то есть это безопасная позиция. Я не знаю, что должно случиться, чтобы у человека были проблемы. За всю историю, как мы в самоуправлении, это три с половиной года ни разу вета не применялось. То есть право есть, но по факту она за три с половиной года ни разу не применялась. Это похоже, как у нас? Или у вас? Я могу сказать, да, немного, наверное. Во-первых, мы, наверное, уже пару лет как официально неплоская компания. Мы достаточно осознанно перешагнули, когда 120 человек решили, что, да, иерархия нужна, это нормально. Ну, вот и, в принципе, то, что Дима сказал, даже посмотрели теоретическую основу, да, то есть в природе нет сложных организмов без скелета, то есть ты можешь построить колонию, там, не знаю, грибков или одноклеточных. Да, есть такие компании, они, например, описаны, там, как она называется, Budzorg, да, когда маленькие ячейки. Это медсестры? Да, да, да. Но там идея именно, ну, кстати, тот же Вкусвилл, да, то есть когда магазин, это ячейка. Там не совсем так, там довольно больше headquarters, но идея понятна. И, ну, мы сначала долго пытались такое строить, когда мы поняли, что мы на самом деле не такая компания, у нас нет ячейки, у нас централизованный монопродукт, и чем он больше становится, ну, невозможно без скелета, без иерархии управлять этой штукой. Поэтому мы достаточно осознанно это сказали, да, тоже сказали, что это иерархия не руководство, иерархия целей, ответственности, близкие вещи, но в основном цели, да, потому что с чем мы столкнулись при подходе к 150 людям, это с тем, что теряется понимание вот эта ячейка, команда, как ее деятельность связана с целями организации, с общим делом, и нужен какой-то формальный механизм, как вот это, цели, они как бы декомпозируются сверху вниз, иначе, иначе начинается как бы лебедь, рак и щука, и все в разные стороны немножко, соответственно, общее дело страдает. Вот, поэтому как бы иерархию мы сделали, такую штуку, и, по-моему, это нормально, там, сейчас можно думать, да, там, по спирали, сейчас кажется, что, может, даже где-то перегнули, и надо немножко ослабить, вот, это про иерархию, да, а про роль SEO, тут тоже какие-то, ну, сложный, конечно, вопрос, там, я что могу сказать, я могу сказать, что по своим ощущениям, что роль постоянно меняется, ну, возможно, это связано с тем, что он быстро растет, очень быстро, в последние пять лет, всю дорогу, что я, гендир, мы растем примерно по 50% в год, вот, сейчас уже, там, подошли вот в этом году к миллиарду выручки, 250 человек, и, ну, наверное, с этим связано, но, может быть, еще с чем-то, очень трудно отделить эффекты самоуправления от роста бизнеса, вот, но там есть какие-то вещи, наверное, ну, неизменная, я бы сказал, это формальная часть, я бы, ну, не то, что отношения с государством, для меня это отношения с акционерами, потому что у нас, в отличие от многих других, там, плоских компаний, у нас нет одного контролирующего акционера, у нас несколько крупных миноритариев, сейчас мы привлекли крупный инвестиционный фонд, Бэринг, была сделка, и, ну, есть совет директоров, да, он совершенно обычный, не бирюзовый, вот, есть определенные цели, и там, я ощущаю, что роль, там, SEO у нас, это такой коннектор, между миром, который работает по культуре, и, соответственно, миром внешнем, который более рыночный, более бизнесовый, вот, а в остальном, это больше лидерская роль, я ощущаю, что, там, решение, которое я принимаю, то, в чем я участвую, там, каждый год меняется радикально, с точки зрения принятия решения, у нас никогда такого не было, то есть, у нас же формально действует правило, что любой может принять любое решение, и у любого есть право вето, и мы довольно давно уже договорились, что, если вето эскалируется, эскалируется, то оно эскалируется не через меня, и не мной заканчивается, то есть, у нас есть совет, не знаю, не про, не совет управляющих, не знаю, круг, внутренний такой, борт, да, из 5-6 человек, и мы договорились, что, если никак не можем договориться, то вот финальное слово за ним, не за мной, в этом смысле у меня нет какой-то особой роли в принятии решений, но пока не было ни разу, чтобы дошло до этого круга, то есть, это очень какая-то редкая ситуация, но теоретически, мы это декларировали, а в остальном, ну, я просто один из лидеров, хотя, видимо, обладающий максимальным авторитетом, ну, так сложилось. Как я понимаю, что у Дины, что есть, что у тебя, слышишь, есть прям вето-вето, да, то есть, у всех в компании есть вето, а у вас есть супер-вето. Нет, у нас нету в компании у всех вето, у нас единственный человек, у которого есть вето, и это не я, у меня нету вето, вот, это генеральный директор, потому что он несет ответственность перед государством, ну, то есть, если кто-то по своей, у нас еще, видишь, тут очень всегда важно смотреть на бизнес. Вот у Саши, действительно, у них там один монопродукт, на который работает там сейчас 250 человек. У нас в компании 100 человек, оборот, полтора миллиарда рублей, вот, но у нас это декомпозировано на пять разных подразделений, которые делают разные продукты. У них пересекаются клиенты, вот, но, как бы, в основном, даже клиенты разные. Поэтому, все зависит от того, какая у вас организация. У нас вето только у одного человека, у генерального директора, у всех остальных нет. А то, ну, а подожди, а как же вот эта вот история про Эдвайс Процессы, что все могут принимать любые решения, но все равно, это согласовывается. знаешь, очень, то есть, мы всегда можем смотреть под разным масштабом, ну, то есть, на организацию. И, когда мы говорим Эдвайс Процесс, все могут принимать любые решения, возможно, кстати, у вас, у вас так работает в Крам-треке, но у вас там 45 человек. И, в целом, в это еще более-менее нормально. Но, когда мы посмотрим, есть две таких полярности, результативность и равноценность. Равноценность, когда мы спросили мнение каждого, попытались его учесть, там, интегрировать, так далее, так далее. И на это уходит очень много времени. Результативность, это когда я, как главный, я просто сказал, вы все побежали делать. Поняли, не поняли, но побежали. Вот, делать. И самое главное, научиться системе, или если это классическая система, эту лидеру, понять, в какой он точке находится. Потому что у одних постоянно все побежали, в любой ситуации, в критической, не в критической, среди корпоратов, наверное, такого нету, а есть такие более зеленые организации, где нет, давайте мы все еще раз обсудим вообще, нам на гвозди или на клей, табличку на дверь вешать. Поэтому всегда нужно для организации искать тот баланс, когда это работает. Когда у вас уже 100 человек, и вы находите в разных локациях, проводить какой-то адвайс процесс или там на всех по какому-то поводу, нет. В Сократе очень четко определяет, что решения принимают те, на кого это влияет. А максимально это влияет часто не на такую большую группу людей, либо, если влияет на урок, они делегируют кого-то, там 5 и количество людей, ну, желательно там не больше 7, которые могут принять это решение уже в спокойной обстановке. Поэтому у нас нету такого, то есть адвайс процесс может быть внутри вот этого небольшого круга подразделения, которое до 7 человек у нас в компании обычно. Это интересно, вот просто я слышу уже не раз, все очень сильно, такое ощущение, что упирается в масштаб. Это интересно, Толь, если бы скрам-трек был, ну, вот такие же, как мы сейчас, но было бы нас 70 человек. можно тут метафору, как это, стряну со своим взглядом на иерархию, вот этот вот скелет, все дела. у нас есть такая история, не знаю, она и в консалтинге, и где-то компания пытается в этом ковыряться, называется XO-компании, типа экспоненциальной организации. И там есть такая метафора, что, условно говоря, у тебя есть главная корр-функция, и она должна быть внутри. А все потроха всякие там, если не является главной корр-функцией, вот это вот студия, маркетинг и так далее, это все должно быть на внешних подрядчиках, которых ты привлекаешь, причем у тебя они откопированы, так что, ну, грубо говоря, если вдруг что-то с одним случится, ты можешь другого взять. Вот. И нас в скрам-треке далеко не 45, у нас там максимум человек 8, это весь скрам-трек. Вот. И мы, я вот уволился, все эти перенесы скрам-треки. Я думаю, сейчас человек 30 уделилось просто. Это все приглашенные аутсорсеры. Это партнеры и так далее. Вот. И в этом магия. Вот. И компаний в 8 человек, когда ты все в 8 человек управлять, ну, элементарно. Если бы нас было в 10 раз больше, но, как бы, я не думаю, что нас внутри было бы в 10 раз больше, потому что корр-функция скрам-трека это, по сути, корр-функция бренда. Тебе, чтобы управлять брендом, ну, не надо тысяч человек, ну, по крайней мере, брендом в России. Я, по крайней мере, я не могу представить, что тысяча человек будет управлять брендом в России, который уже развит, который уже имеет некую воронку, которая сыпется и так далее. Вот. Поэтому довольно такая, ну, у меня свой взгляд на иерархии. Мне нравится строить вот такого рода модели, когда у тебя, грубо говоря, по сути, команда или команды несколько, как бы, корр-фских, все остальное, это у тебя внешний сервис, у тебя просто эти команды умеют маршрутизировать, менеджерить сервис. Это первая часть про иерархию, ну, типа, вообще, с другой стороны взгляд, как мы строились в последние годы. А по поводу SEO, тут, видимо, действительно у всех по-разному. У нас это была антикризисная роль. Ну, просто, типа, я помню прям тот день, когда мы сидим в баре, там, такой грустный... Священие какое-то шло, да? Причем мы тогда все в штате были, то есть там все было внутри, как бы это... Вот внутри у нас как бы все как-то работало, но все... Казалось, что ты летишь на самолете, который сейчас упадет. Вот. И, типа, мы сидим в баре с основателем, я такие, надо что-то делать. Она такая, надо что-то делать. Блин, кажется, нам не хватает гендиректора, у нас не было гендиректора. Точнее, он был формальный, собственно, он и был гендиректор. Но, типа, не хватает, типа, какого-то человека, который прям будет исполнять всю роль. Асхат был, как бы, номинальным гендиректором тогда, но он делал минимум то, что нужно, как бы бумажки подписывал и так далее, да. Но, как бы, системно не занимался развитием. Ну, что-то не хотелось в то время ему, не помню даже причину, почему конкретно, вот, ну, не тянуло именно его это делать. Мы таки сидим, нужен человек, который будет этим заниматься. Окей. Этот человек будет делать, отвечать за рост выручки, отвечать за рост прибыли, отвечать за счастье сотрудников. Окей. Человек будет менять схему, модель компании, чтобы компания могла бесконечно расти и так далее. То есть, идти мы обсуждаем, господи, кто же это мог бы сделать? Ну, в плане, что это за роль могла бы быть? И вот, по сути, описали роль SEO. Ну, чем должен заниматься SEO? Роль в тот момент получилась антикризисной, потому что у нас была проблема, у нас, как бизнес, был такой мясорубкой. То есть, приходили молодые ребята с сильным потенциалом, три года их через скромтрек пропускали, они там учились консалтить, учились тренинги, читались и далее. Потом они сильно уставали и уходили на рынок свободными агентами, там, куда-нибудь устраивались и так далее. И в среднее время вот этого вот партнера было там 3-4 года в среднее время какого-то консультанта в скромтреке. И это был вот момент, мы такие, так, надо мясорубку как-то стратегически поменять и вот всем вот этим вот заняться. И вот эта роль будет этим заниматься. Вот такая антикризисная роль. Тупо придумали роль. Вроде как все выглядело логично. А потом оказалось, что он бумажки подписывает. Что он всех хороводить должен. В том смысле, что это там, ну, типа, люди, партнеры, вот эти все аутсорсеры, которые у тебя, это как бы, типа, всех дружить надо. Они же все должны, типа, счастливые быть вокруг тебя. И, короче, надо, чтобы не просто, как ты сказал и сделал, а надо как бы, чтобы это было как-то по-научному. Там даже был момент у нас года через два, наверное, когда я, когда, собственно, я стал SEO. Меня в первый раз не избирали, просто мы что-то подумали, а кто может быть? Да вроде все заняты, значит, ты будешь. Вот это как-то так выглядело. Ну, реально. Типа, мы выбирали самые меньшие из зол. Я прям помню, типа, определение, потому что у нас много, компания была тогда, много альфа-самцов. Типа, этот с этим ссорится, так, этот вообще какой-то, типа, в плохом настроении сейчас, в этот год. Возможно, что-нибудь он там, ну, что-нибудь случится. У этого трагедия произошла, а этот еще что-нибудь такое. Ладно, будешь ты, потому что все остальные, ну, типа, как-то не в форме сейчас. То есть, это просто был такой забавный момент. И, когда вот это, всякие бумажки и так далее, ты такой, так, надо всех дрючить. Логично же. В плоской компании. Вот. Начинаешь всех дрючить, ну, как у тебя вот это. Потом у меня был момент, через два года меня коучи собрали в комнате. Прям собрали, закрыли комнату. Говорят, Толя, мы не хотим, что ты нас больше дрючил. Мне было так неудобно, я говорю, а что вы хотите? Говорят, мы хотим, что ты нас фасилитировал. Типа, молчи, просто записывайся нами, мы сами будем принимать решение. Я такой, не вопрос. То есть, у нас это тоже такой был момент, когда в начале, так как роль только изобрели антикризисную, надо было много чего делать, и приходилось прям говорить кому-то, что делать. А когда уже люди поняли, что мы на рельс встали, и более-менее все чинится, они прибежали и сказали, нет-нет-нет, вот не надо нам это повторять, мы сами будем решать. Это был такой забавный момент. Поэтому у нас роль SEO в тот момент стала, и была антикризисной. Сейчас, как бы, суть ее осталась, это тот человек, кто, как бы, отвечает за траекторию роста компании. Вот. А как он это исполняет, это сама компания, за счет того, что мы плоские, сама компания будет регулировать. И по поводу вот этого номинальной оплаты, я тоже думал, типа, как это правильно сделать. Мы недавно сделали процесс выборов, и я понял, что самое грамотное, если, ну, приходит какой-то кандидат на роль SEO, он предлагает некую, как бы, свою стратегию, он говорит, я буду вот по такой траектории компанию вести, то, по идее, он может попросить любую сумму. Он говорит, и вот за эту сумму. И дальше мы, типа, голосуем. У нас вот так вот процесс выглядит. Вот. Поэтому мне хочется думать, что так это, ну, что так возможно, что есть некая такая голосовалка за стратегию и человечек, который отвечает за эту траекторию роста. И мне, как бы, кажется, что вот доступна вот эта история с, условно, без хребта, а с минимальной командой, а все остальное у тебя по требованию. Ну, грубо говоря, в нашем бизнесе. Понятно, что не в каждом бизнесе, но вот у нас так повезло или не повезло, у нас вот такой бизнес. И вот так можно устроить. Интересно. Саша, смотри, SEO это же роль? И по идее, в компании могут, ну, по правилам роли, любой исполнять. Да? А у вас как? Ну, желающих нет пока. Нет? Ну, пока нет. Я бы, на самом деле, рад был, если бы кто-то, ну, пока кажется, что я не очень соответствую ожиданиям от роли. Ну, то есть, компания растет быстрее людей. Поэтому, пока мы здесь. Вот. Но, какие-то вещи, из того, что вот говорили, я, например, забываю, как у нас устроен, вы говорите, вот, например, подписывают. Я почти ничего не подписываю. Давно уже. Я могу не приезжать в офис неделями. Это как-то у меня вошло в норму. Я забыл, я понял, что так не всегда бывает, но, поэтому. У нас, ну, как бы, роль не очень понятна. То есть, в основном, я сейчас чем занимаюсь? Культурой занимаюсь. Там, HR, отношения с акционерами. Ну, да, то, что Толя сказал, что ответственность за прибыль, выручку, как бы, конечный пендель. Но вот это, как бы, по сути, есть акционерная история. Ну, что жилащик? Акционерный или генеральный директор? Ну, имеется в виду, что это интерес акционеров, а генеральный директор, он, как бы, естественным образом, бордом назначен для того, чтобы выполнять эти цели. Это как-то вот, ну, так вот оно и приезжает, да, что вот пендель, это, как бы, моя ответственность. Ну, то есть, у вас, ты пока не задумался о какой-то вот, то, что... Я постоянно задумывался. Постоянно задумывался. Как бы сбежать? Это постоянно мысль, которая все время задумает. Я, кстати, ему сейчас такие удобно. Мы-то с Димой нарослабо. Я поэтому, Саша, ты и спрашиваешь. Ну, то есть, у меня же, как бы, другая немножко история. То есть, во-первых, я же не предприниматель, да, я программист, я пришел, и, типа, просто, у меня была тоже какая-то такая наивная очень цель, что, похожая чем-то история. То есть, у меня было в резюме написано 27 лет, что я хочу, чтобы мой доход соответствовал вкладу, который я вношу в компанию. Потому что я в предыдущих компаниях видел, что я очень много делаю, но от этого мой доход не меняется абсолютно никак. Вот. И я хотел, в принципе, такую компанию построить. Вот. А дальше как-то все начало, естественно, разваливаться, и надо было спасать. Я как-то вот старался спасать, а партнер взял мне и выдал долю сначала там не очень большую, а потом очень большую, и потом уже как бы бросать жалко. То есть, потом, когда уже идут вот эти кризисы, что ты хочешь все бросить, а как бы, ну, уже такая доля, не хочется. Ну, а сейчас, сейчас уже как-то смирился. То есть, я на самом деле очень не люблю руководить. То есть, это прям мне, мне не нравится то, чем, ну, как бы, не то, чем я занимаюсь, ожидания не нравятся. То есть, я пытаюсь не быть генеральным директором, будучи генеральным директором. Наверное, вот так можно сказать. И как-то, в этом суд, как бы, поэтому, наверное, мы, типа, вот это вот все самоуправление, да, я не могу сказать, что мы бирюзовые, да, как правильно, как-то практики вот эти используем, потому что это все для чего? Для того, чтобы не руководить, не управлять людьми максимально. Потому что, ну, вообще, штука не очень приятная, честно говоря, вот этот процесс. Вот, еще какая-то была у меня мысль, пока Дима говорил, что, и Толя, вот по-моему, я тоже очень много, вот там, без менеджмента, доклад был на Agile Days, как, классно, без менеджера, вот, все ломается, как и написано в западных книжках, на числе дамбара. Да, то есть, это реально работающая штука, то, вот эта вся история самоуправления, там можно любые конфигурации практически делать до тех пор, пока все, как бы, в племени, в семье, вот, когда все знают, как друг друга зовут, в принципе, работает все, что угодно, потому что, ну, понятно. То есть, если люди нормальные, подобранные, то работает все, что угодно. А вот, когда число дамбара, вот, я прям четко почувствовал, и культура начинает резко деградировать, потому что, ну, а что это, кто все эти люди? То есть, ты заходишь, ты этого не знаешь, этого не знаешь. Атмосфера меняется сразу, и это отмечают все, а некоторые особо чувствительные старички начинают уходить, и от этого, как бы, процесс еще становится самоподдерживающим. И дальше, вот этот вопрос очень большой, как сделать так, чтобы это, где люди друг друга не очень знают, и, в принципе, просто пришли работу работать, чтобы оно как-то само работало. Ну, я не могу сказать, что у меня есть ответ на этот вопрос, вот, но это я к тому, что роль сильно меняется, и ощущения, конечно, совсем другие, то есть, вызов последние два года просто огромный. Можно я порекламирую? А я потом добавлю. Просто, ну, народ же нас слушает. Саша говорит, что никого нет на роль. Ребята, быть SEO очень классно. Я как тот человек, который ушел буквально вот пару дней, как? Если у вас, ну, типа, есть какие-то крутые компетенции, не знаю, по стратегии, по тому, как у вас мозг устроен, что вы там, не знаю, вы видите какие-то, умеете делать zoom out, видите большие части, умеете их раскладывать, чинить операционку, управлять людьми. Если вы как бы к этому, душа к этому лежит, обалденная роль, после этой роли можно чем угодно заниматься. Вот, очень круто, очень круто растит эта роль. Я просто со своей стороны это добавлю. Может быть, тебе это поможет. Я, может, как-то негативы нагнал. Не, личность, ну, просто офигенно, я полностью согласен. То есть, это опыт как бы, как написано в этой известной книжке Hard Things About Hard Things, да, что очень круто, но только один раз. Но второй раз не хочется. В Тюрьмаре, если не вернусь. Не, ну, тебя в этом смысле классно привязали, типа, дали тебе долю, и все. Это классика. Ну, это же просто классика, ребят. Если ты не можешь, как по-другому, купи человека, и дальше он будет делать. Но я бы тут добавил следующее, что есть еще третий вариант, если ты обладаешь стратегией, еще чем-то, но не хочешь идти в эту историю, как раз плоские организации это позволяют, потому что я не являюсь директором, я вхожу в так называемый стратегический круг, где у нас шесть человек, они все выбраны, то есть их выбирает компания, они выбирают ни разом, у нас причем каждые два месяца меняется один член, чтобы не терялась мудрость, и то есть человек, и нельзя выбираться два раза подряд. То есть ты вышел, у тебя два месяца по-любому будет перерыв, потому что в следующий раз только через два месяца выборы. Два раза подряд нельзя, но через два месяца тебя могут опять номинировать. и при этом никто не СЕО, никто не несет ответственности, ну как бы лично из них. То есть СЕО не внутри этого круга? Ну он сейчас внутри, но это просто так совпало. Да, то есть гипотетически может что так не быть, но скорее всего так будет всегда, потому что все равно люди на роль СЕО выбирают того же. Ну вот, кстати, он сейчас выходит, и два месяца СЕО не будет в этом стратегическом круге. То есть такое тоже. Можно я чуть подойду. Я сейчас про Донбар хочу сказать, мне кажется, очень важную вещь Саша сказал. Майнбокс ведь тоже очень молодая компания. В какого года рождения? Ну так, если... Я пришел в каком-то 2007-ом. В седьмом? Ну да. Ну не, но ты пришел в 2 или 3. Всего-то. Вот. Не-не-не. У Эленера 2010-го года, ну примерно ровесники там. В чем история? Вы очень быстро по людям растете в последний момент, и у вас не успевает культура проникнуть в людей. А когда приходишь в компании, в европейские, в американской, которым по 100 лет, и в которой работает десятки тысяч человек, ты приезжаешь в разные страны, и ты понимаешь, что это одна компания. Там вот эта культура, которая за 100 лет пропиталась, она пропиталась абсолютно на разных континентах. Ты понимаешь, что да, это та же самая компания. И вот эта вот история, что культуру, ее надо очень взращивать, укоренять, люди будут меняться, но это вопрос не вот этот вот, ну не быстрая история. Это СЕО ответственность за культуру? Я считаю, что в зависимости от того, как построена компания, если это компания, ну такая классическая, где у СЕО полнота власти, да, конечно, он отвечает вообще там за все. Ну то есть как бы, то есть он, он в крайнем случае нанимает себе кадры, HR-ы, ставит им какие-то задачи, спрашивает о них, но в любом случае, все равно, особенно в России, все смотрят на него, все повторяют за СЕО. Если он будет как бы хамить, сразу начальники будут хамить, он будет воровать, подчиненные будут воровать. То есть это очень такая в России как раз история важная. Если эта компания более распределенная, более плоская, там, конечно, у нас СЕО, эта роль не отвечает не за культуру, здесь домен культура и атмосфера, и они отвечают за культуру и атмосферу, а за этот домен уже отвечает стратегический круг. Но самое интересное, что у нас нет управленческих ролей у людей, которые при этом не были бы связаны с каким-то подразделением, не работая бы там. То есть, соответственно, те решения, которые принимают часто какой-то борт в компаниях, на них они могут не действовать эти решения, потому что они сами нигде не работают, кроме как в этом борде. У нас, когда люди принимают решения, они очень осознанные, потому что на этих же людей они тут же повлияют в их бизнесах, где они трудятся. Толя хотел пануть. Да, я хотел пануть. Сейчас пошучу сначала про число донбара. Число донбара это про альфа-самца и сплетни, и оно взламывается только одним религией. Ну, это и есть культура, которая может опоясать миллионы людей. И, в принципе, может быть в теории бескелет, по крайней мере, в моей голове, но надо проверить. Согласен. Теперь поныть по поводу страт кружка. Вот прям паную-паную. Почему рекламировал так роль Сео, и почему я не верю в страт кружке? У нас есть. Есть опыт. Смотрите, давайте, этот шаг назад. Мы на agile ретроспективе, ну, у нас вот эта тусовка называется, правильно? Значит, можно сказать, что мы agile-коучи, в смысле, я agile-коуч. У нас есть... Он мне майка. Он не agile-коуч, он... У меня майка. Его переодели, чтобы выглядел хорошо. У нас есть очень понятная задача, ну, с точки зрения сути вообще такой роли, да. Вот у компании есть траектория, а мы помогаем на лету подстраивать процессы, чтобы компания по этой траектории как бы максимально эффективно двигалась. То есть там что-то, где-то структуры пересобрать, где-то технологии, где-то команды, где-то людей замотивировать, чтобы вот этот вопрос продолжался. И у нас, как у компетенции, есть выход на уровень бизнеса. Мы можем помочь прям вот не просто где-то внизу в каком-нибудь потрохах продукта процессы менять, а вот прям на уровне всей компании, всей структуры помогать. есть прям факты и примеры, когда джел-коучи пытаются влезть на этот уровень, страткружок, пытаются помочь, но допускают серьезные ошибки на старте. Ну, типа такие просчеты, не видят рисков и так далее. И потом их начинают бить по рукам, а они даже не понимают, в чем проблема. Почему? Потому что они не проживали вот этот вот мелочный геморрой, простите, который как бы тебе доступен в роли SEO. ну там вот прям мелочи, ну не знаю, вот случился у вас ковид, как у вас это было? У нас это было так, что я всех обзванивал один на один в течение нескольких дней и обсуждал, ну у нас прям работа встала на два месяца. У вас деньги не текут два месяца, да. А, ну потому что именно у вас клиенты затронули. Да, у нас есть финансовая подушка, и я как бы всем обзваниваю, говорю, ребята, какое-то время зарплату немножко мы подрежем, если все восстановится, вернем. Ну сорян, ну а о чем мы можем сделать? Вот. И как бы ты сидишь на телефоне и обзваниваешь. Вот из таких мелочей состоит, по сути, такая типа операционная работа. И когда я, как консультант, без такого опыта прихожу в компанию, предлагаю какие-то идеи, как бы, ну я не понимаю, когда у меня нет этого опыта, я не понимаю, какой геморрой они потом получат с моими советами. Ну да. Вот. И вот эта история про страт кружки, когда меня спрашивают на тренинге, типа, Толь, а как мне прокачаться в этом бизнесовом мышлении, как мне, типа, быть эффективным на этом уровне? Я говорю, ну иди, открой бизнес. Или иди, стань SEO. Да. Самая, самая, как бы, полезная история. Ты за год-два, как бы, все тебе, то, что нужно, все ты получишь и потом спокойнее работай на этом уровне. Потому что не так много времени. Толя, я с тобой полностью не согласен. Ты привел пример, когда ты рассказываешь про то, что ты приходишь извне в какую-то компанию и начинаешь им советовать, как им жить. Я скажу, да, это не работает. Но, если вы у себя бы здесь сделали бы свой, страт, кружок, допустим, куда бы вошел бы ты, Дубровин, я не знаю, там, Баранов, еще кто-то, ну, кому люди доверяют, возможно, качество решения, которое принято, точнее, возможно, точно, качество решения было бы лучше. Оно бы учило разный интерес. И ответственность за них лежала бы на всех. Вы здесь находитесь в бизнесе. Дальше самое главное, это вот эта история про результативность и равноценность. В основном, почему не происходит вот эти истории с более плоскими системами? Есть какой-то SEO или там предприниматель собственник бизнеса. Он сто процентов намного более прокачене, чем люди там. Сто процентов. Но я не знаю ни одного идеального человека, который бы не делал ошибочных решений. И люди часто сливают в акционеры колоссальное количество денег из работающих, прибыльных бизнесов, какие-то новые, сумасшедшие проекты, которые ни с кем не обсуждают, потому что у них на это есть власть. Я, собственно, пошел к плоской структуре, после того, как я за год 70 миллионов слил просто в никуда. И я понял, что если бы просто посоветался бы элементарно с людьми, с кем я работал, это было бы по-другому. А сейчас как история происходит? То есть у нас есть стратегический круг, куда вхожу я. Есть еще 5-6 человек. И в 80% ситуации принимаются то решение, которое предлагаю я, потому что у меня есть и компетенции у них нет. Но они все учатся в этот момент. То есть ты запускаешь обучение организации. В классической системе у тебя всегда происходят какие-то проблемы. Учатся начальники. Информация закрыта, начальник учится, остальные нет. Начальник ушел, у тебя проблемы. Нужно найти теперь такого же прокачанного, и система большая, он ее не понимает. Когда у тебя прозрачность, есть понимание информации, у тебя сразу качается очень много людей. И вот это вот, это такая самообучающаяся компания, где куча-куча прокачанных взрослых людей. И я понял, где я допустил гэп, я забыл, что у тебя SEO просто подписант, типа страт-кружок, это по сути и есть роль SEO. И роль SEO, да. Вот. Да, тут у меня, я понял, зря спорил. Но вопрос, а кто из них примет решение в итоге? Классный ответ. И тогда мы подходим «Консент» есть такая история, как новое принятие решений. Не знаю, ну стоит об этом рассказывать? Нет, «Консент» понятно. Да, знаем, господи, «Консент». На самом деле непонятно, они сильно разные, и холократические, и социократические. и социократические. Да, да, да. И, но я просто вкратце скажу, что «Консент», он уводит от человека в данный момент, у кого больше там, не знаю, он говорит, «Да я тысячу раз так делаю, еще что-то». А вот ситуация меняется, мы уже в запутанном мире. Там вредны даже организации. И мы приходим к самому сильному аргументу. Всегда вопрос, кто определяет самый сильный аргумент? Не самое главное, определяет группа. Еще ни разу такого не было, чтобы группа раскладывалась пополам или еще что-то. Самое главное решение принимается не или-или, не или одно или другое. И мы не ищем какого-то компромисса, а мы берем мудрость со всех сторон, слепляем все это в одну историю, и это получается самое классное решение, которое может в данный момент. Всегда кто-то один оттуда уйдет, скорее всего, недовольный этим, но тем не менее это вот за три с половиной года показалось, это оказывается самое лучшее решение. Мне кажется, я могу вас немножко поженить, да, в этом плане, потому что... В смысле, ваше мнение. Мы же теперь свободны. Но не настолько. Это да. Мне кажется, ну, нельзя, то есть не нужно спорить. Один принимает решение, коллегиально принимает решение. Понятно, что в разных контекстах одно лучше, другое лучше. То есть хорошо, понятно, да, и это все уже придумано до нас. Есть, как говорится, диктатура, есть демократия. Ну, крайние, да, случаи. Всем понятно, что в моменте диктатуры, особенно если диктатор, пока он с ума не сошел, крайне эффективно. Вопросов нет. Очень быстро, если там толковый человек, все офигенно. Антикризис. Да, понятно также, что демократия существенно устойчивее, да, но медленнее. И мне кажется, что вопрос просто, да, подобрать. Дальше есть очень интересная фраза, которая меня в свое время зацепила, читая товарища Баффета. Он сказал, что я 15 лет жизни потратил на то, чтобы понять следующее, что можно иметь супер офигенный менеджмент самых лучших людей, но если у тебя говядный бизнес, это ему не поможет. Вот, то есть пойнт в том, что компания и ниши рыночные очень разные. И вопрос очень большой, это по сути банально норма прибыли, маржинальность бизнеса, в котором ты находишься. Бизнес очень маржинальный может позволить себе иметь полностью распределенные коллегиальные принятия решений и существовать вечно. если, конечно, ну вряд ли высокая маржинальная ниша будет существовать вечно, но пока она есть, он может это делать. Вот, а например у нас, вот почему я до сих пор там, да, не знаю кому сев делегировать и там тяжело, на мой взгляд, достаточно все это идет. Ну мы построили не очень, на мой взгляд, удачно в этом смысле бизнес, в том смысле, что у нас очень низкая маржа, чудовищно сложная система технически, и мы очень долго существовали на грани выживаемости, когда там плюс-минус 5% P&L, это в общем ты уже должен людей увольнять, потому что у тебя кэшфлоу нету. И система гиперэффективна, по сути там до 120 человек я был единственным менеджером, то есть менеджеров же нет, а значит SEO единственный менеджер, вот, понятно там какой объем контекста в голове и так далее, и дальше это там очень большой челлендж, чтобы это преобразовать во что-то более маржинальное, спокойное, чтобы это можно было делегировать, упаковать в какие-то процессы и так далее. Поэтому тут контекст решает. Какой хрупкий бизнес сейчас подумал. Вот не дай бог, что бам и все. Ну сейчас уже не такой хрупкий. Ну слава богу. То есть мы проделали там большой путь, но у нас было. Но как раз про траекторию говорит. Вот говорит, ты типа успел за 11 лет это все сделать, ты спокойненько это организовал в виде типа вот этого страткружка. Прикольно. А я бы, кстати, по-другому бы на самом деле Саша сказал. Ты бы сказал, что компания с большой маржинальностью может быть как раз там мега распределен. А я вижу, ну как бы, я с тобой согласен, что решает продукт, где ты находишься. Потому что классная история, допустим, которая описана тоже у того же самого Ла Лу про компанию Фави во Франции, которая производит запчасти для автоматических коробок передач. И это единственная компания в Европе, во всей Европе, выжившая в этом сегменте. Потому что полностью все ушло в Китай в конце 80-х, в начале 90-х. А они благодаря того, что у них один уровень иерархии, они выжили. Ну потому что вот Валерий Разгулявич Глаз в своей книге, кстати, кто не прочитал, обязательно прочитайте, Березовое управление на практике опыта российских компаний, раскладывает собственно вот эту пирамидку иерархическую. И сколько у них, какая они отличаются, почему они выигрывают, в том числе конкуренцию у других крупных игроков. И прям, ну, то есть они уже там по онлайн-заказам обошли, по-моему, X5 Retail Group, ну, чтобы понимать. Вот. У них система управления намного меньше ест денег и намного более быстрая за счет того, что у них всего там 3-4 уровня иерархии на 20 тысяч человек. Да. Это прям два уровня иерархии. Нет, четыре. У них четыре уровня иерархии на 20 тысяч человек. У них не два. Шпаги... Там есть шпаги. Да. Можно выдать. Были на одной конференции с Димой, общались с одним Валерой, но у Димы четыре, а у меня два. Ну, я просто... Сложности. Я просто общаюсь не только с Валерой. Валера может думать, что два, но на самом деле четыре. Все сложно в бирюзовых компаниях. У меня к вам есть вопрос, друзья. Я понял, какой вопрос. Мне интересно обсудить. Можно я побуду с ведущим буквально? Я еще могу уйти уже скоро. Все равно не SEO. Самоуправление. Самоуправление. Ну, это скоро будет, мне кажется. Хитрая история. Вот мы как бы плоские компании построили в какой-то момент, давайте так говорить. И, ну, я помню, первоначальный триггер, и он с вами полностью совпадает. Типа хочется построить компанию мечты. Ну, а почему нет? Ты думаешь, господи, несложно же. Вот. И в какой-то момент ты ее строишь. Ну, она реально типа компания мечты. А потом что-то меняется. Уходишь там, не знаю, в бизнес, в операционку, да кто куда. Может, кто-то дальше вот эту вот компанию мечты строит, но уже на большем количестве людей, но там начинает какая-то вот эта вот... Короче, тебя постоянно колбасит, ну, когда народ растет. В итоге получается, что, как бы, ну, нет этого состояния, что вот я построил, и вот она компания мечты, и все здорово. У нас, например, в «Камтреке» там другая ситуация была. Ты вроде как построил, а компанию надо сильно растить, ну, там, в 2-3 раза. Вот прям сейчас. И ты такой, блин, мне так не хочется. Я вот, например, построил же уже. Да, я вот, например, поэтому ушел, потому что, ну, кто-то следующий должен. Вот следующий, как бы, ступеньку, пусть он строит. Потом, видимо, когда-нибудь ему надоест, он следующую отдаст ступеньку строит. Вот. И вопрос-то какой? А почему, как вы думаете, вот так получается, что ты вроде приходишь строить культуру и какую-то компанию мечты, а в какой-то момент тебе это надоедает, и ты как-то себя в другом чем-то находишь? Ну, счастья-то нет. Потому что счастья нет. Ну, я имею в виду что? Что это же процесс. Ну, типа, мы всю жизнь до самой смерти ищем себя. И дело же не в том, что там компания меняется или что-то. Мы меняемся. Ум меняется, и как бы ты все время, каждый год спрашиваешься, а что я теперь сегодня хочу? Ну, это нормально. Все меняется, все исчезает. То есть, что ты сделал, идешь дальше. Вот. Я все-таки встряну. Простите. Простите, я все-таки сперед. Но почему точка одна, типа, вот эта стартовая, что ты хочешь построить в компании мечты? Ответ может быть, типа, действительно таким философским. Но почему точка одна у нас получилась? Что мы, типа, все втроем решили построить какую-то компанию, в которой нам будет классно работать? Это ж, а это не эффект выжившего, но в том смысле, что у других людей, у которых не генеральный директор, у них какая-то другая точка. Мы бы их сюда не позвали. Да. Они бы здесь не оказались. Нет, ну да, действительно, фаундеры, бизнесы, там, или гендеры, или менеджеры, там, все об этом пишут. У них там, ну, понятные мотивации, да, там, достаточно ограниченный перечень этих мотиваций. Например, в том же Валере пишет правильно, что у меня тоже такая была мысль. Сейчас я сделаю систему, которая, значит, сама работает. Идеально, ну, тут понятная, такая наивная, программистская мечта. Ну, вот я сейчас закодирую, и оно, значит, организация из людей будет работать. Ну, как бы понятно, да, вот эти идеи. Это примерно, как мне кажется, вечный двигатель, да, то есть оно же приходит из поколения в поколение. Хочу создать вечный двигатель. Ну, потом ты это проживаешь, понимаешь, что как это, как-то это меняется. Начинается жизнь. Да, ну, то есть вот здесь. Ну, я с тобой не соглашусь, это работает. Ну, в мире есть компании, которым 500 лет уже. Не, ну, они есть, которым 500 лет, и они живут, они существуют. то есть, как бы, ну, компании, которым 200 лет, их просто уже немерено. Это там сотнями можно насчитать, тысячами даже, наверное. Вот. Компании, которых по 200 лет, их действительно много. Вот. И, то есть, они пережили уже далеко ни одного там SEO, там, но обоснователей, ну, кстати, помнят, кстати, везде обоснователей, что удивительно. Поэтому, точка-то может быть одна, там дальше на пути очень много нюансов. Я компанию воспринимаю как определенный живой организм. И отношение, ну, такое, наверное, хорошее, как к ребенку. И очень многие люди пытаются за счет ребенка реализовать свои какие-то несбывшиеся амбиции, еще что-то. Многие люди пытаются своими взрослыми, детьми уже довольно-таки взрослыми, руководить, и так далее, и так далее. А я его дорастил, я передал ему определенные опыты и знания, и я понимаю, что дальше его жизнь. То есть, он может уже действовать сам. Я ожидаю, что я полностью выйду вообще из стратегического круга в течение ближайших, там, трех-четырех, край четырех лет. Вот. И она будет существовать сама без меня. И таких компаний, ну, как бы много, которые существуют без вот этого собственника, да, который есть. Там, компания CES, есть 137 лет, она принадлежит сама себе, компания Bosch, и так далее, и так далее. Да, вы же коллективные, вы же перешли на коллективное владение. Мы должны закончить юридически, то есть, де-факто, все это уже давно понимают, я объявил об этом в 2018 году, юридически мы должны закончить вот, в течение ближайших пару месяцев. Потому что это впервые будет такой случай в России, что компания принадлежит ни сотрудникам, ни кому-то, она принадлежит сама себе. То есть, пока ты работаешь в компании, ты являешься членом, ты ее управляешь и имеешь возможности, когда ты в ней уже не работаешь, ты не имеешь на нее никаких прав больше. Если что, кстати, я с этим не спорил. То есть, действительно, есть компании, которые могут долго существовать. Мне кажется, мы с Толей говорили чуть-чуть о другом. У меня, кстати, Дим, к тебе вопрос, ты говоришь, компания как ребенка, дети должны жить вечно? А он же будет меняться, понимаешь? Там же она будет наполняться теми людьми, но какие-то изначальные ценности, как вот в семье же очень важно, что в детстве заложили в человека, оно же в нем прорастает. Тяжело вот это, что в детстве заложили, как-то вообще из него потом изменить. Поэтому они, скорее всего, будут в той или иной степени продолжаться. Если она, конечно, закуплится в том ценностном уровне, в котором есть, она не выживет. Потому что она должна меняться в соответствии с изменяющимся миром, что-то впитывать, что-то откидывать, что-то новое добавлять. Я к тому, что у меня метафора родилась новая, что мы как предприниматели можем создавать бесконечное воспоминание о себе. То есть компания переживет нас еще несколько поколений. Еще одна такая стандартная мотивация для предпринимательского. Сделать что-то, что останется после моей смерти. Это же очень обидно, допустим, было когда Натура Сибири, когда по сути закончилась со смертью основать. Очень крутой бренд, который там... Почему закончилась? Ну, она сейчас, да, сейчас было все очень сложно. Там еще в августе, когда я за ним следил, сейчас не знаю. С точки зрения маркетинга даже оживились. Это наш клиент. Интересно, ну вот сейчас это довольно такой, довольно частый разговор. Вопрос, для всех ли плоская компания? Можно как-то коротко на это ответить? Она же не для всех. Не для всех. Для кого? Для людей, которые готовы брать на себя ответственность. Для людей, или которые готовы отдавать ответственность? То есть, кто строит плоскую компанию? На самом деле, ну там изначально лидер, который готов отдать, 100%, все начинает с лидера. Но самое главное, если отдать некому, то ты, ну, ну все, да? Можно ли сразу, сразу с нуля строить плоскую компанию? Ну, то есть, ты вот так и думаешь, я буду, вот я основу компанию, и она будет плоской. У нас все стартапы запускаются сразу плоские. А мы тоже верно. Вообще, стартапы, они в основном все плоские изначально. Это потом, когда начинают разрастаться, значит, нет, там есть какой-то основатель, или группа, у которых есть связь с идеей, но в целом, там нету какой-то иерархии, там решения очень быстро обсуждаются, даются очень быстрая обратная связь. А в чем проблема вообще? Организационная структура, я поразился, когда я об этом узнал, у нее, хотя это очень логично, у нее всего одна цель. И это не контроль, как ни странно. Это обеспечить оптимальный поток информации для создания максимальной ценности. Потому что компании платят за ценность, все остальное потери. И, соответственно, нужно обеспечить оптимальный поток информации, чтобы люди были, с одной стороны, не перегружены, и, с другой стороны, получили всю нужную, чтобы максимально создать ценность. Когда у тебя сидит в одной кабинете человек, кто видит продукты, все понимает, и рядом люди, кто пишет код, или, не знаю, закупает, проектирует, все быстро. Дальше пам-пам-пам от этого человека мы нарастили там 7-8 уровней рахи, испорченный телефон по дороге, и не работает. Поэтому делаем ее более плоско и даем людям автономию, даже не потому, что вы должны быть такие добрые, там, человеколюбивые, а просто потому, что это бизнесовье более логично. Но другое дело, что там уже возникает паттерн власти, а как это они примут какое-то решение, а вдруг на этом деньги потеряют, да, в итоге решения принимаются медленнее, люди теряют больше денег, вот, то есть там теряется здравый смысл вот на всей этой истории. Человек в футболке загрел, как agile coach. Нет, просто это интересно, получается. Я считаю себя пост-agile coach. Звучит страшно. Звучит страшно, но я не верю в леса и сейфы. А вот... История про плоские... Кстати, нормально, вы как это называете? Это плоские организации или бирюзовые? Ну, просто я почему-то вот слово бирюза вообще избегаю. Правильно. И мне кажется, и плоских надо избегать. Вообще надо ярлыков избегать. А как тогда называть? Компании, применяющие, например, бирюзовые техники управления, можно так сказать, можно сказать, применяющие там, не знаю что. Ну, самоуправление, когда мы говорим про самоуправление, это всегда степень. В любой компании есть самоуправление. Весь вопрос ее степень. Как минимум, есть самоуправление у владельца или генерального директора. Дальше это управление, оно начинает падать вместе, кстати, с частью людей туда вниз. И степень самоуправления в компании может повышаться. Собственно, любое наше действие управленческого компании либо повышает степень самоуправления, либо ее снижает. Мы сейчас, как раз, с Валерой разгуляем, занимаемся тем, что мы пытаемся более-менее классифицировать эту систему, описать ее через конкретные походы. Когда мы говорим бирюзовые, там же не только самоуправление, самоуправление только одна часть из бирюзы, а еще там эволюционная цель, которая должна быть как бы серьезная мощность, а не там, а не рынок сигарет вырос в два раза. И целостность, которая самая, наверное, ключевая и сложная история из всего. Я вот думал, как ответить на этот вопрос. Давай вопрос Матвеичу попробую. Вот скажи, спорт он для всех? Нет. Спасибо. Хороший фасилитатор может помолчать и получить ответы из аудитории. Я имею в виду, что все-таки градиенты, да. То есть мне кажется, что с одной стороны можно сказать, что спорт в какой-то доле, наверное, полезен абсолютно всем. Вопрос там, ну кому-то он очень только в маленькой доле показан, да, в связи со состоянием здоровья. Ну и то же самое со всеми этими методами управления. То есть если у тебя там суперидеальная какая-то в пределе суперплоская организация, то да, в ней могут работать там только достаточно целостные самостоятельные люди, да. Ну а дальше у тебя есть вот этот слайдер. И в общем и целом в средней плоской организации вполне себе работают это средние люди. Ну то есть мне кажется, тут нет такого. То есть не нужно... Это в целом зрелость чего? Поколение? Человечество? Конкретного человека? Ну что это? Произойдет что-то, ну изменится что-то через сто лет? Сто процентов. Что? Ну то есть смотри, буквально сто семьдесят лет там... Нет, подожди, что он прикупил деревеньку с трех садов душами, а я бы рассказывал, что у меня на плантации завезли новых рабов, да, сахарный тростник. Мы бы хотим five o'clock tea и все было бы отлично. Вот. Ну сейчас как бы кажется дичь, да? Почему? Люди сами по себе взросли... И вы еще берете у него в руки отжарила или нет? Так, мы это вырежем. Он вас научит. Ну у меня ресторан. И Валерий тоже позвонил, скажи, рабов вывози. Люди, люди меняются. Люди сами по себе взрослеют. Ну то есть сейчас, особенно с развитием технологии, человек очень сильно прокачивается. А как раз менеджер, который раньше, условно говоря, все знал, с таком количестве потока информации, он просто не успевает. И люди вокруг него, командующих просто больше, они суммарно знают больше, чем он один. Это я все понимаю. Я поэтому и спрашиваю. Это в целом прогресс человечества. Оно не может не измениться. Ну то есть как бы... Ну мне кажется, да. Ну ты же вот... Давай. У меня есть такой хитрый ответ. Кажется, что вот все, что происходит, культура, развитие культуры, компании, вообще мы объединяемся в какие-то невероятные группы, что-то там пытаемся какие-то самоуправления. Это же все фантазии. Просто взяли и придумали, что так можно. И человеческая мысль идет дальше. А иерархиумы не придумали, что ли? И этому тоже придумали. Ну я и говорю, мы живем в самоуправляемом мире. Просто мы вот так пока управляемся. Да, да, да. И вот эта вот придумка, она, видимо, чем-то еще подкрепляется. Ну типа там ограничениями планеты, технологиями, которые вокруг появляются, еще что-то такое. И вот эти придумки, они по сути создают какое-то движение постоянное. Сейчас вот такая придумка, это типа стало, ну не модным, но стало интересным для людей. Вот вопрос, это модно, интересно или когда это станет необходимостью? Это прям вопрос, есть ли какой-то фундаментальный тренд. Ну и есть ли он вообще? И реальная динамика. Ну мне кажется, что есть, да. То есть вот, ну, в целом, можно так сказать, ну люди становятся гуманнее. Да, это сложно отрицать, да, просто мир, да, вот так развивать. Вот, да, мы не до конца можем это понять, почему, но очевидно, что там, например, люди, вот то, что называется сейчас целостностью, да, Ла Лу назвал, тоже хорошее определение. Люди в целом хотят больше, ну, как это сказать, жить просто, да, не испытывать негативных эмоций, то есть в контексте работы, взять какое-то дело мечты и просто работать, да, не для того, чтобы достичь раз, два, три, да, быть более счастливыми. Мне кажется, вот это вот все, это примерно там один тренд. Вот сегодня буквально на корпоративе обсуждали, вот кто-то, наверное, читал этого, да, как это, Юваль Ванхарин, как вот эта книжка. Юваль Ванхарин. Да, да, да. Я не читал, но мне уже столько рассказывали, что, наверное, могу рассказывать. Вот, и там, ну, как бы, да там, ну, как обычно, конечно. Хорошие фразы. То ли так тренги читает. Я знаю, что автор сидел в Випассану, поэтому понятно примерно, о чем речь. Ну, он что говорит, что люди в целом становятся менее счастливыми. Ну, типа, все более, мы как бы вроде производительство растет, все вот это придумали, придумали, а счастья все меньше. И вот там рождаемость падает. То есть по сравнению с тем, как собиратели ягодок там 70 тысяч лет назад вполне комфортно по три часа в день работали и не тужили, мы сейчас как белка, да, есть, ну, явный тренд, который говорит, нет, ребята, хватит, надо как-то по-другому, да, то есть деньги не главное. Там вот эти вот все поколения, как сейчас говорят, какие они там, Z, Y, я уже запутался, да, там, альфа уже есть. Да, да, да. Ну, то есть они как бы какие-то другие, да, их не мотивируют вот эти все штуки с достигаторством. Ну, вот этот тренд, то есть я не могу его сформулировать, я не социолог, да, но он какой-то такой ощущаемый вполне себе, да, что люди хотят работать не ради каких-то того, что раньше было в корпорациях, ради карьеры, цели, денег, а ради того, чтобы просто, ну, вот, какой-то, извините за клише, импакт, влияние на мир, может быть, позитивно оказать, самореализоваться, пирамида Маслова, вот эта вся фигня. Ну, давай лучше сразу к спиральной динамике отсылать, пирамида Маслова, это очень, она, кстати, очень популярно известная, но она была разработана еще в начале, ну, как бы, в середине прошлого века, а спиральная динамика это все-таки конец прошлого века, да, там, начало этого, и более, ну, как бы, она на основе, она впитала в себя пирамиду Маслова более... Ученики Маслова делали? Абсолютно верно. Ну, то есть, это просто следующая история. Да, да, да. Прям хочется встретить, можно и встретить? Давай, да, да, да. Да, даже в той же книжке, о которой вы сейчас рассказываете, там же, ну, по сути, мы видим... Вы тоже про нее рассказывали? Нет, нет, я читал. Как бы, вот смотрите, вы говорите, мы видим тренд на осознанность, на то, что люди начинают там меньше работать, вообще не перерабатывать, не выгорать, следить за своей энергией и так далее. Это тоже там придумки, которые в спиралке, там, коралловую, неважно. Придумали, классно, давайте это делать. Но тренд-то обратный математический. Математический тренд абсолютно обратный. Ну, типа, люди больше работают и будут, видимо, больше работать, с учетом того, как сейчас технологии развиваются. Ну, то, что мы видим вокруг. Я не вижу, что люди стали меньше работать. Из-за ковида или вообще в целом? Ну, вот последние два года, по-моему, мясорубка ускорилась. Ну, погоди, а там, по-моему, шведы, вчера, что ли, была новость, может, не шведы, но кто-то там, четырех нефта. А до этого было сорок часов. Ну, то есть... Еще раз. То есть я говорю, математически она штука вот так выглядит. То есть, типа, по крайней мере, у меня в голове. Мне кажется, что мы летим в пропасть, да? С учетом там, что скоро будет робот, все на данных и так далее, нам придется еще быстрее, еще лучше принимать решения, еще меньше ошибаться. Кто меньше ошибается, тот на коне. Но это же прям вот тренд, который сейчас идет. и данные нам помогут как бы всех остальных победить, поэтому все будут туда развиваться, еще будут... Ну, короче, это все так или иначе произойдет. И кажется, что вот эта вот обратная, как-то вытягивающаяся сила из этой кривой, вот эта осознанность, она говорит, ребята, что вы творите? Хватит, не надо. И ее не хватает. Ну, такое ощущение. Какой на чем ты говоришь? Тут классическая история. Мы развиваемся через какие-то наши ошибки. Мы учимся через падение. Как люди, так и страны, так и в целом мир целиком. Чтобы очень много что пересознать, нужно было прожить Вторую мировую войну. После этого появились ООН, разные другие организации. Этот мир работал, кстати, до сегодняшнего момента более-менее нормально. Сейчас видно, что уже мы опять на новом кризисе, который надо что-то пересматривать. Вот. И тут то же самое. То есть, да, мы вообще в этой истории люди массово... Опять же, ты смотришь по России, по США или по Западной Европе или по Восточной Европе или по Азии. То есть, мир очень неоднородный. Согласен. И если мы возьмем Скандинавию, там уже абсолютно другие процессы запущены. Ну, то есть, там такого нет. Если мы возьмем Штаты, там вот только летом и осенью то, что они назвали великое увольнение, когда там 8 миллионов американцев уволилось и не устроилось назад на работу. То есть... Там есть вопросы к этой статистике. Там есть, нет, нет, нет. Там есть, конечно, вопросы к этой статистике, но в целом вообще то, что к этому такое большое внимание, и об этом пишут, даже раньше не было, как сам факт. Поэтому мы по-любому будем развиваться и дальше через какой-то большой кризис. И то есть, ну, к нему надо быть внутренним готов. То есть, не получишь, что мы так просто там осознались. К сожалению, мы учимся только вот через падение. Ну, мы говорим о чем? Тренд какой-то есть. Другой, потому что есть и другие тренды. Да, и очень мы большое, да, живет там большая система, разнонаправленные тенденции. Вот. Но не знаю, что тут сказать. Можно, например, такую аналогию привести. У нас в общем все цивилизации развитые, да, там взять греки, 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 Рим. Они достигали какого-то уровня. Дальше там народ расслаблялся, начинал не выгорать. Потом прибегали варвары. Всех раз. Их следующая цивилизация, да. Может быть, что-то такое произойдет и будет еще какой-то виток, да, там, не знаю, там кто пободрее, арабы, азиаты. Но на самом деле не так, Саш. Все великие цивилизации всегда рушились не из-за внешних проблем, а из внутренних всегда. Ну, я говорю, расслаблялись. Ну, то есть как бы это вот варвары прибегали уже на самые-самые-самые последние. Внедряли самоуправление, а потом варвары. Нет, слушайте, вопрос-то у меня такой, да, ну, сколько вообще, ну, вот, социократия, S3-0, холократия и так далее, ну, сколько лет уже? Много. Нет. По современным меркам, мне кажется, много. S3 появилась в 2000... Десять лет. Нет, 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 бог с тобой. S3 появилась в 2015 году. Он был до этого что-то еще. В 2015 году, семь лет, S3. S3 семь лет. Вот. Холократия появилась в 2009 году, 13 лет. Кажется, что все так быстро, что это уже давно, в прошлом веке еще. Нет, 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 нет. Вообще, социократия сама такая, ну, она появилась в 80-х, в 70-х годах, благодаря Единбургу, но она была очень зеленая, ну, что называется. То есть там как раз было, давайте вот мы все сядем, все вместе примем решение, меньше внимания процессу. А S3 как раз говорит, не-не, нам тоже важны результаты. Нам не только, то есть нам, то есть если классический, нам же говорят, нам важны результаты, и нам наплевать, как бы, ну, на человека. Корпорат говорит, сколько выжимаем машинка, да? Пока ты можешь, ты тянешь, ты красавчик, мы с тебя давим, ты больше не можешь, новый лимончик пошел, мы опять давим. Вот. Зеленый технолог говорит, нет, давайте мы вообще тут никого не будем давить, мы должны быть все счастливы. Только результата нет, и многие люди несчастливы. А S3 говорит, нам и результаты важны, и отношения нужны. Давайте постоянно искать баланс между этими вещами, чтобы мы и достигали результатов, которые нас устраивают и позволяют нам двигаться, но при этом не сходили все с ума и на эти результаты не клали нашей жизни. Вот. И вот это очень такой адекватный подход. Но он, видишь, там нельзя остановиться, это как такой постоянный балансир. Вот сегодня мне надо много результатов, сейчас оп, можем подрасслабиться. Может. Сори, что не даем тебе задать вопрос, но вспомнил тоже, читал такую интересную книжку про селфер джин, про то, как эволюция устроена. И там есть такой классный пример, там ученые умные, они моделировали, есть социум, да, группа, и есть агрессивное поведение, да, условно хищники, и не агрессивное, мирное поведение. И там достаточно нетривиальная математика в плане того, что там есть некая точка неустойчивого равновесия, в какой пропорции популяции имеются хищники, да, и мирные товарищи. И ни одна из крайних историй не работает. То есть вполне возможно, что мы наблюдаем все равно то же самое. То есть, скорее всего, будет и то, и другое. То есть есть некоторые, да, вот что такое вот эти бирюзовые, да, такие какие-то, ну, организации, условно назовем их более мирные, да, они, да, они про это, да. Гоммунистические. Да, более гоммунистические, да. И когда маятник качнулся в сторону корпораций, стало выгодно быть мирным, потому что ты там, понятная математика, ты просто имеешь меньше ущерб, если ты не дерешься постоянно. Но когда их станет больше, скорее всего, маятник качнется обратно и станет выгодно быть хищником. Просто так устроены, судя по всему, эволюционные, популяционные законы. И, возможно, это никогда вообще не прекратится. Ну, пока мы живем там, и планету окончательно не угробили. Вот. Поэтому так в моей голове выглядит кривая, она просто синусоида, но так или иначе движется в эту сторону. Опять же, если мы посмотрим на спиральную динамику, там немножко другая история. Там действительно есть вот этот баланс и маятник, но он уже на более высоких уровнях, он не вращается, знаешь, хищником. То есть получается, через какое-то время, когда все станут мирными, будет выгодно опять начать войны, начать отвоевывать территорию, но тут нет никакого... То есть эта теория, она имеет место быть, но она не носит какого-то развития. Я все-таки вижу, что мы как люди учимся, действительно становимся, ну, я хочу, может быть, в это вере, массово, немножко умнее, чем мы были до этого, обладая новыми качествами. Поэтому, скорее всего, мы вряд ли в это назад, ну, как бы, ну, пойдем. Точно в ту же точку, конечно, обратно невозможно вернуться. Поэтому я сомневаюсь, что если, грубо говоря, через 70 лет условно бирюзовые компании станут мастримом, то потом опять вернутся корпораты. Ну, просто, ну, как бы, тогда уже никто не пойдет. Будут корпораты 2.0. Да. Они обретут какие-то черты очень, там, правильные и найдут способ, как подорвать гегемонию бирюзовых организаций. Нет, там уже все, но роботы победят. Вот. Тоже, а роботы тоже не противоречат, потому что базовый доход. Ты говоришь, данные, роботы. Ну, то есть, всем раздадут денег, в конце концов, случится социалистическая революция, раздадут всем денег, и все будут окончательно бирюзовые. Роботы сделают две истории. Первая история начнется с нового достигаторства. Тот, кто роботов, с роботами дружит, тот, ну, как бы умнее, быстрее, сильнее. Ну, и, типа, это первая тема. А вторая тема, ну, как бы, люди начнут выпадать, глупеть и так далее. Это, как бы, вторая часть. Вот вспомните, кстати, эволюцию, вы про эволюцию говорили. Ты же правильно говоришь, там, когда десятки тысяч лет назад мы были по IQ умнее, чем сейчас. Ну, прям, есть доказательства, что мозг был больше, что мы были более развитые, потому что мы делали, мы были кросс-функциональны. Да. Вот. А сейчас мы монофункциональны. И это прям, ну, меня это лично бесит, потому что, типа, не знаю, даже фильмы снимают, мы шутим над этим, там, не знаю, она в какой-нибудь фильме не умеет что-нибудь пожарить. Да, да. И ты такой, блин, а что она умеет? Она умеет, там, только, не знаю, петь, больше она ничего не умеет. Все остальное ей организуют. Да. Вот у нас прям монофункция. И я волнуюсь, что мы сейчас по IQ, человечество развивается в последние годы, видели статистику, в последние десятилетия по IQ очень резво, очень хорошими темпами, очень круто. И, типа, кажется, выглядит вот так. Мы были вот здесь тысячи лет, догнали снова этот уровень, и роботы сделают новый вот этот виток. Мне так кажется. У меня почему-то такое ощущение. Либо, как говорит чувак Курцвилл, по-моему, он говорит, но второй есть вариант, что мы добавим себе этих нанороботов внутрь, и будем вот так вот расти. От самоуправления к нанороботам сайта. Да, да, да. Ну, типа, он по теории говорит, что мы кратно умнее можем стать за счет роботов внутри нас. Да мы можем кратно умнее стать за счет наших внутренних ресурсов, если развиваться как люди, пробовать еще, потому что у нас есть тот ресурс, который мы часто не используем, а наоборот губим, уткнувшись 24 на 7 в экран. Это еще у Стругацких было, да, пятая сигнальная система. Да, там, кто читал, если есть такие древние динозавры. Просто... Возвращай. Да, да. Верните нас к тебе. У меня просто один вопрос, да, ну, реально на слуху все те же самые лица, все те же самые люди, все те же самые компании, все те же самые кейсы. Я просто, я не вижу развития этой темы. Классный вопрос. И мы только что проводили конференцию «Живая компания». Вот я видел, да. Да, и несмотря на ковид, мы собрали, было 220 человек вместе с волонтерами и спикерами, но тем не менее, в общем. и там было представлено сейчас скажу, сколько, три новых компаний, которых до этого, ну, как бы, ну, как бы, особо никто не слышал. Единственное, что все эти компании, в основном, они находятся в таком сегменте от 300 миллионов до полуирда, если говорить по выручке, и в основном около 100 человек. И, то есть, это такая, ну, может быть, устойчивая история для среднего бизнеса. Но энтерпрайз тоже очень хорошо интересуется. У нас было там более 20 человек, еще очень большая делегация от одной крупной компании тоже не смогла прийти. и интересуются продвинутые, скажем так, собственники, продвинутые, продвинутые энтерпрайзи смотрят. Они подходят очень своеобразно. Ну, как и джайл тоже. Ты же понимаешь, если мы откатим, сейчас назад, когда 15 лет назад джайл был, что там, как там, что называлось. Но сейчас мы видим, что есть энтерпрайзи, где действительно где-то очень неплохо этот джайл прижился, работает и живет своей жизнью. Вот тут та же самая история. Они начинают на это смотреть и смотреть так, ну, как бы активно, понимаешь, там в разгар ковида приезжает, когда 18 человек все это смотрят от одной компании, понимаешь, это уже как бы серьезный показатель. К нам активно ездят на экскурсии в Oil Energy, причем к нам ездят тоже, как и коллеги по цеху, там, ТАТ нефть, Газпром нефть, то есть, понимаешь, компаника там, ну, там очень все так, серьезно еще. Вот. Ну, кстати, Газпром нефть молодцы, они самые, наверное, продвинутые среди нефтянки вот по движухе. Поэтому интерес в этом плане он есть и он и он нарастает, потому что в первую очередь все равно в этих компаниях работают люди на всех позициях. И руководители далеко не самые счастливые люди в этих компаниях часто. Они перегружены, вокруг них беспомощные люди, немотивированные, и они хотят что-то делать, что-то менять. Поэтому плюс еще руководителям становится более молодое поколение. То есть сейчас там люди до 40 лет очень часто какие-то уже серьезные позиции занимают, которые могут менять. И есть опыт, когда в одной крупной компании, правда, западной, но в отдельном департаменте на 70 человек построен прям настоящий, ну, скажем так, высокий уровень самоправления. Вот. И это нормально, то есть в рамках организации, не то чтобы какой-то проект просто руководитель этого департамента говорит, я хочу, и как бы поскольку культура компании делай, окей, и он это сделал. Поэтому это может делать даже не в рамках всей компании, а в рамках каких-то департаментов, если есть человек, который загорается. Ну, пару вещей может добавлю, что не может быть здесь никакой клюшки, потому что штука завязана на развитии людей, эволюционная, и она сама эволюционная, а это медленные процессы. Но по наблюдениям, да, в 16-17 году я выглядел как-то вообще странно, да, когда о всех этих вещах рассказывал. Сейчас мы сидели на конференции у Димы на панели, я был приятно удивлен, потому что было 7 компаний, и когда спросили, у кого открытая зарплата, все 7 подняли руки, включая Вкусвил, у которого, например, раньше не было. Звали? Вы были на вашей стратегической сессии? Вот, то есть, я могу сказать, что там 3-4 года назад меньше, мне кажется, было, то есть, как развитие идет, оно просто очень такое неспешное, как, в общем, и положено, да, и вот дальше там, наверное, все то, что сказал Дима, постепенно происходит. А можно я цепану большие компании, раз уж ты их затронул, знаешь, какая интересная мысль, вернемся к нашему первому тезису, что власть, которая копится у SEO, она в некотором смысле в какое-то время начинает отравлять, ты это начинаешь замечать, ну или там не отравлять, она начинает влиять, надо так скажем. Вот, а теперь вернемся к большим компаниям. Сидит какой-нибудь человечек, под ним там, не знаю, 40 тысяч человечков других, он уже в этой роли довольно долго, даже не обязательно гендиректор, просто какой-то руководитель. Небольшое подразделение 40 тысяч человек, сидит он там лет 5, и мы такие, ну в принципе для больших компаний вот эта вся история плоская и так далее, в принципе может подойти, но как на него повлиять? Можем ли мы на него повлиять? Просто я об этом часто задумываюсь. Он должен дорасти сам. Поколение, чтобы прошло. Нет, нет, человек этот должен дорасти, то есть это ключевой. Давай так, я не верю, что завтра смогут поменяться, но люди, ну скажем так, массовые единицы может быть смогут, которые уже перевалили там за 40. Да, как можно так вот меня проколучить или там как бы, не знаю, пропсихотерапевтировать, чтобы я вот решил в этом состоянии поменяться? Давай попробую. Есть одна сторона максимума, что мы вообще никого не можем повлиять, мы только своим вниманием управляем, поэтому можно, например, сказать, что только своим примером, да, но если все-таки спускаться на землю, то, ну как, методология простая, да, то есть, что у него болит, и если мы можем показать ему, что его проблема реальная решается какими-то такими штуками, то есть очень важно, мне кажется, не пытаться внедрять самоуправление в Бирюзу как проект, вот это то, что точно не работает, да, есть набор практик определенных, да, исходящих из определенных ценностей, надо посмотреть, чего этого человека, у него что-то должно болеть, если 40 тысяч человек, и они что-то делают, что-то должно болеть, вот, и, ну, надо просто взять и сказать, давай, давай я попробую, решу, твою проблему вот таким способом, странным для тебя, ты посмотри, ну, как говорится, вот у него болит, ему книжку вот про это подсунуть, ну, и тогда может быть, если ничего не болит, никак не повлияешь, ну, там такой уровень власти, что это все незаметно, да нет, там люди живут с этими болями же, ну, как бы, ну, люди умирают от рака, ничего не меняют, у них болит, они все равно ничего не меняют, курит и продолжает, я курю, пьет, продолжает, ничего нельзя сделать, так он тоже самое, у него может быть и болит, он говорит, а что ты хочешь сказать, что они сами решения будут принимать? Да, да, сейчас, ты что, ни хрена, я лично согласовываю каждую платежку, потому что я, блин, тут 30 лет, если у тебя болит, дай я попробую, а ты посмотришь. Он такой, подожди, я же до стула-то добрался, значит, я могу, все хорошо. Тогда ты говоришь, я ничем помочь не могу, и идешь к следующему. Да, но я не согласен про недостаточно болит, то есть я знаю людей, которые предпочтут умереть, и таких большинство, нежели, чем что-то поменять в своей жизни, вот, поэтому, но, все-таки приходят на молодежь, то есть надо на молодежь, и на тех, кто готов, кстати, к нам приезжают люди, я поражаюсь, люди приезжают, им, ну, то есть они, мои ровесники, чуть постарше им, за 40, и они приезжают с горящими глазами, они говорят, они весь в жестких иерархиях, они говорят, я вот у себя сам, вообще вот так вот примерно и построил, так и вижу, где бы мне сейчас найти бы власти, чтобы все это узаконить, или систему, то есть люди есть, которые изначально так, ну, так строят, и причем и компании, и в, я никогда не забуду интервью, смотрел с, он генеральный директор, по-моему, Сберстрахование, какая-то серьезная контора, может быть, не Сберстрахование, бывшая, и он рассказывает, просто мне такое чувство, что я себя слушаю, вот как, то есть, но в иерархии, он говорит, генеральный директор, у него должно быть простое место, не надо этих дорогих кресел, всех новых сотрудников, обязательно в первую неделю на чай, со всеми поговорить, то есть, он в иерархии, абсолютно теми самыми ценностями, которые мы оперируем, все строит, поэтому, конечно, человек первичен, чем, как бы, форма, вот, и вот это ключевое. По поводу плоских компаний, давай подытожим, смотрите, а не кажется ли вам, ну, мне, по крайней мере, так кажется, и всегда казалось, как и agile, все остальное, что это просто инструмент, который нужен компании в определенный момент времени ее жизни, он, может быть, даже нужен большой компании, где-то в каких-то подразделениях, для каких-то людей, но это просто инструмент, который вот, ну, здесь сейчас помогает, снизить затраты, повысить скорость решений, повысить качество этих решений, и так далее, и так далее, и так далее, а как бы, и он нужен, вот как у нас agile, в условиях неопределенности, в условиях каких-нибудь, там, не знаю, третий доменки невинно. Ну, чтобы было понятно. Показать, что мы тут, не просто так собрались, и майку мне дали, не просто так. А я был лично на тренинге, с этим ужасным, вейским акцентом, как на это было, капец. Где-то, кстати, вот в этой комнате, по-моему, она была. Вообще, если мы вдруг начинаем уходить в любую идеологию, мы попадаем в ловушку. Какая бы она ни была бы хорошая, но идеология, она в какой-то момент начинает противоречить здравому смыслу. И всегда очень важно смотреть, а где здравый смысл лежит сейчас, в данный момент, где мы находимся. Вот. И все эти задачи, они помогают, если они не помогают, решить конкретные задачи, стоящие перед организацией. И заметьте, я говорю перед организацией, не перед собственником, вот, а перед организацией, в данный момент, то это, как бы, ну, хреновая вещь. Либо они могут быть нацелены на будущее. Это тоже важно. То есть сейчас это, как бы, ну, сон, как косты, но мы инвестируем в что-то, во что мы верим, что дальше даст результаты. Но очень все-таки еще важно понимать, да, ну, какой в данный момент ценностный фон, то есть куда мы идем. Потому что просто инструменты, если за ними не стоит какие-то принципы, работа или подходы, ну, они не взлетают. Я думаю, вы это прекрасно знаете из своей практики. Я согласен, что это просто набор инструментов, но здесь хочется вернуться, то ли в начале где-то сказал, что после 150 только религия. И вот мне кажется, ну, я не знаю, как другим, да, вот мне, например, чудовищно не хочется строить религию. Вот. И мне бы, конечно, хотелось верить и найти какую-то другую форму управления, да, не иерархичную, которая не будет построена на эмоциях, да, а будет построена на здравом смысле, на рациональности, чтобы люди, которые не знают друг друга, могли объединяться в большие группы и эффективно вместе работать. Мне кажется, там суперцель, как бы вот это, да, вот мы пока, по-моему, не обрели такой набор инструментов, вот, но вот, мне кажется, вызов, над чем, может быть, там, все мы в той или иной степени пытаемся как-то работать, вот ищем вот это. Ну, я точно, по крайней мере, ищу. набор инструментов, но только не надо превращать это в религию, пожалуйста. Прикольно. Мне кажется, на этом можно заканчивать. Очень крутая мысль. Спасибо, Саша. Мне понравилась совершенно история про то, что мы должны показывать своим примером, и поэтому у нас на Agile Days уже несколько лет есть трек про, как он называется, кто помнит? Про плоские организации. Самоуправление, да? Про самоуправление, да. Я вот сейчас подумал, действительно, у нас уже сколько лет он есть? Три, наверное, года. Конференция есть. Значит, наша задача, Дима, ты же активно стал заниматься пропагандой. Да. Да, ты же, как я понимаю, вообще... Ну, подожди, пропаганда. Пошла религия. Пропаганда чего? Давай вот отчиним. Да, но это не религия, да. Нет, я сейчас, кстати, если я раньше говорил какие-то вещи, что прям, ну, надо по-другому подходить именно из каких-то более высоких ценностей, а я сейчас говорю, нет, друзья, давайте прям решать конкретные задачи вашего бизнеса, инструментами самоуправления. И, конечно, вам нужно будет чем-то там пожертвовать, но мы гарантируем, что результат превзойдет ваши ожидания. Да. Да. И, так что, ждем вас на Agile Days на нашем треке про самоуправление. У нас там будет основатель социократии, основатель холократии, основатель S3.0, точнее. Вот, так что будет классно и круто. И наши ребята с нашими кейсами послушаем, что там напридумывали, послушаем какие-то опыт классных и крутых ребят. Ну, все. Давайте тогда прощаться. Спасибо. Спасибо. Было очень круто. Мне прям интересно было. Я не жалею, что я сюда попал и вас позвал. Самоуправляйтесь. Все. Супер. Супер. Спасибо. 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 Спасибо.